Виктим Пасс Виктим Пасс Виктим Пасс Да, я появился в коллективе, как-то мы с Лешей встретили, пообщались, решили, что сошлись наши интересы, поговорили, обсудили видение проекта, его концепцию. И как-то решили, что стоит петь, пробовать. Ну вот с начала 2015 года я пою в Виктим Пасс Ты упомянул слово «концепция», у меня возникает такой вопрос. Сменив вокалиста, у которого все-таки вокал несколько отличается от предыдущего вокала, насколько изменится сама концепция всего творчества группы? Ну, по поводу концепции, сейчас написанием текста мы занимаемся параллельно с Лешей. Часть текста пишет Леша, сейчас пишу я. Концептуальные темы, которые вы слышали в Виктим Пасс, они будут продолжать существовать. То есть вопросы боли, печали и прочие темы. Кленности, бытия. Ну, скажем так, у нас вещи завязаны более на реальности. То есть там нет исследования каких-то фантазий, сатанизма и прочего. То есть у нас вещи завязаны сугубо на бытии человека, на существовании. По сути, ну, вдохновлялись мы, начиная от собственных рефлексий, заканчивая известными вещами кино, какие-то произведения искусства. Все это будет воплощено в концепцию. Внешне, ну, конечно, да, изменится. То есть то, что было уже, то было, а сейчас будет совсем. Ну, не совсем, я не скажу, что кардинально. Но кандалов уже не будет, как таковых. Тряпок тех, которые были, тоже не будет. Нет, что-то будет другое. Ну, пока говорить не будем, потому что, ну, будет видно. Потом это увидите все это. Чего тут разглагольствовать зря? То есть это будет видно, но это уже запланировано? Ну, уже есть, ну, скажем так, это все сейчас вообще в процессе. Еще нельзя сказать, что уже есть там полностью какой-то готовый образ. Их несколько, и они все обсуждаются, то есть может чуть-чуть что-то изменится. Пока для концертов все равно пока еще далеко, и может сто раз все поменяться, скажем так. Ну, ничего там сверх такого эпатажного, там, в розовых майках и в трусах на сцену никто не выйдет. Это однозначно, конечно. Ты упомянул два слова, кино и литература. Какие произведения, как синематографические, так и литературные, на вас влияют? Я раскрою, как бы, концепцию одного текста, который готовится к новому альбому. Есть такой фильм «Мученицы». Там довольно интересная концепция о том, что человек через боль обретает катарсис, и у него происходит уведение какого-то там абсолюта. Один из текстов написания вдохновлялся после прочтения книги Майкла Джири «Потребитель». Вдохновений много, и кино, и литература, не знаю, стоит ли там упоминать. Немного вспомнили про ваш крайний альбом, а что насчет следующего? Какие планы? Раскроете тайны? Классные планы. Леха рассказывает, он расскажет. Сроки? Ну, приблизительно ориентируемся на эту осень. По планам, что он будет отличаться уже от предыдущего, конечно. Я не скажу, что там кардинально, но, блин, музыка будет другой. Какой другой, тоже сложно сказать, надо, наверное, слушать. Вот. Потом. Ну, готово уже почти, не почти, но порядком, скажем так. Процентов, ну, 80, наверное, все. Вот. И планируем на осень. Но спешить никуда не будем, потому что хочется сделать все качественно, что ли. Мы хотим до осени сделать все, что от нас зависит, а потом уже как получится от третьих сил зависит. Хочу спросить по поводу третьих сил. Кроме музыки, меня еще интересует самооформление пластинки. Будет опять многостраничный буклет, будут какие-то интересные работы. Ну, и тоже непонятно. Нет, ну, посмотрим, все будет зависеть, как договоримся с издателем. Как, ну, можно минимализм. На что будет согласен издатель? Ну, я, честно, на самом-то деле, JLCD, обычный радиационный диск не очень хочется. Хочется, как какой-нибудь дегипак. А что внутри будет, ну, честно, тоже пока, тоже сложно. Но над этим особо не думать. Есть тоже какие-то идеи, но конкретно ничего сказать не можем. Это же творчество, здесь не угадаешь, что получится. Вспоминая тринадцатый год, вышел ваш сингл, и он сопровождался выпуском мерча, достаточно добротного. Ну, по крайней мере, как я могу судить визуально. Что планируется к выходу альбома? Планируется ли какой-то мерч? Разрабатывается уже концепция. Мы, не, мы разработ... У нас есть идеи насчет обложки, есть идеи насчет мерч. Ну, как именно, говорить не будем, Потому что... Не, ну, по стандарту, конечно, выпустим что-то, майки будут точно, майки стопудов будут. А когда была создана группа, то там поначалу было четыре участника? Два. Да, начальник. Уже окончательный, окончательный первый состав. И в никах этих участников сквозили цифры у каждого. Поначалу казалось, что это, ну так, совпадение. Я попыталась даже там цифры как-то посчитать. Там шестерка выходила и все такое прочее. Меняются участники. И оба-на! У этих двух участников опять цифры в никах. Есть здесь какая-то связь тайна? Тайна? Или это... Просто Леша, на самом деле, он знаком с старым каббалистом. Он... Каждый ник просчитывает по фонетической каббале, чтобы... Да, да, да. Ну, это чтобы шло во благо всей группе. Там цифровые соответствия идут. Иногда буквы приходится заменять цифрами, чтобы нужное число выходило. Если вы знакомы с каббалой, можете посчитать. Какие традиции вы, достаточно неконформисты в музыке, никогда не поломаете? Метал традиции? Конечно. Мы не перестанем играть метал. Касаемые как внешнего вида, так и музыкальных вещей. Это самое основное. Мы не перестанем играть метал. Да. Гитары будут перегруженными. Не, ну как, ну... Метал это метал все-таки. Он имеет какие-то свои... Не знаю, какие-то... Ну, не клише даже. Ну, не знаю. Ну, во-первых, нам нравится. Не то, что мы там решили играть метал. Вчера мы были такими, бля... Сладкими мальчиками, там, на челках каких-то. Или, я не знаю, на узких таких тотально штанах. А сегодня вдруг мы решили сменить свой имидж. Нет, это уже, там, почти, наверное, десяток лет последних продолжается. И, ну, во-первых, имидж... Ну, блин, я всегда, когда слушаю, я все-таки не консервативен, конечно, так, тотально. Я, можно сказать, музыкальной части не консервативен. То есть я люблю, когда музыка экспериментальная, что-то новое. Но внешний вид, я считаю, что если группа играет метал, то какое-то отношение к металу должно быть. Потому что если человек там выходит, играет метал, но выглядит как диско, ну, это, ну, я не знаю. Сложно сказать. По мне это, ну, не то, что там нелепо. Каждый выбирает для себя, это его собственное право. Ну, просто если метал тяжелый, мрачный, то, следовательно, должно быть какая-то и внешность, тоже относящаяся к этому. То есть, ну, я не могу сказать, что мы там яро, там, никто не носит ботинки по 30 килограмм весом, там, и, я не знаю, там, в косухи летом тоже никто не ходит. То есть, такого уже, ну, по мне, маразма нет. Хотя убежденные, может, там, старые металлицы скажут, что это true. Вот, но я с этим не соглашусь. Ну, в принципе, какая-то темная сторона именно одежды там и остальной атрибутики, она присутствует, потому что, ну, канонично, это нормально, это принято, наверное, так. Для себя прежде всего. Я считаю, что, ну, я же говорю, человек, который играет металл, он не должен выглядеть как... Ну, я имею в виду к тому, что ты не должен выходить в майке, там, розовой майке, с свиньей, выносить туда унитаз и мотать своим причиндалом налево и направо. Чао, какао. Все, всем счастливо, спасибо, следите за нашими... Жизнь ему печальнее, чем мы. И потом и субтитры, спасибо. Сережа самая красивая бывает. Болото. Жизнь болота. В полнейшем. Смена! Сядьте, как в школе. Раз, два, три, мы не моргаем. Раз, два, три, елочка горит. Как я ненавижу свою группу. Здравствуйте, ребята. Так, подожди, надо еще... Бля, а что микрофон упал? Микрофон упал. Да, еще раз, на всякий случай, микрофон упал. Подожди, дайте. Я не знаю, никому это не показывает. Покупайте наши пайки, у нас еще есть. Коммерсанты. Короче, никакие... Все, все просто, как в деревне с пивом. Понятно? Забыл. Короче, какая... Да. Че? Бля, кажется... Спасибо. Спасибо.